решаем боль css скролл баров новинки спецификации экмоскрипт 2019 горькая правда которую узнаешь только будучи джуниором горькая правда которую узнаешь только когда погнали зачем я сказал когда хотя мог сказать будучи но ладно чуть 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 изменил всем привет с вами подкаст суровый в проект юбдизайн выпуск номер 210 сегодня у нас и на часах уже 18 сентября в ночь с 17 на 18 мы для вас записываемся уже время час по челябинску меня зовут александр кончаров меня зовут никита тарасов я немножко пью воду и я надеюсь что вот пердящий и спящий подкаст сегодняшний он будет хотя бы немножко адекватным хотя бы чуть-чуть потому что реально без пяти час тем более ну пердящий потому что мы с тобой старые перед уны во первых спящий потому что без пяти час и кроме того что без пяти час у нас теперь еще и человая музыка играет на вот этой вот заставочке начальной мы как бы и с тобой не слышим но во первых мы с тобой уже в этом таком человом флоу находимся именно мы по жизни уже слышим в этом возрасте в такое время дня поэтому да да и наши слушатели теперь я слышу все настроились на вот такой вот ладно все кто-то там кто-то уснул уже один там второй там еще присел там без штанов кто-то еще надеется что вот та вон симпатичная дама у него на плече уснет сейчас под наш подкаст как да но знаешь что надо сделать чтобы у тебя реально симпатичная дама на плече уснула написать нам на work собака его design.ru вот когда напишешь вот напишешь скажешь чуваки значит так и так у нас есть у нас есть дел big deal для вас и мы с вами договоримся work собака его design.ru пишите обязательно обязательно пишите не забывайте про нас да это точно я причем никита не знаю как у тебя я хочу чтобы сегодня у нас блиц был потому что пришел такое толстое получилось мне кажется нам больше часа уже в этот раз получился чтобы как-то раз шутили по поводу того что у нас скоро пришел перерастет в основной подкаст вот и конкретно сегодня это недалеко от истины но здесь дело не в том даже что мы умышленно это делаем просто у нас сегодня очень много обязательств разных да вот и поэтому как бы как у нас как супружеский долг у нас вот есть подкастерский долг да да и вот мы два подкастерских долга сегодня отдаем один уже считает дали что пришел от тарабахали второй сегодня еще отдадим после темки про москрипт 2014 точнее перед ней у нас уже знаешь пришел и подкаст они как красненькие синенькие они сражаются друг против друга то есть у нас кто-то уже больше кто-то меньше поэтому чтобы опять же пришел слушать не забывайте на patreon.com заходить но об этом дальше об этом все дальше об этом мы еще скажем мне под подумалось про другое как это сказал красненький синенький что мы как морфиус предлагаем красную таблетку это пришел и синюю таблетку это подкаст если хочешь так и быть в плену иллюзий слушай подкаст если хочешь знать как все на самом деле то слушай пришел согласен я уже что-то по моему даже этому даже даже мертвым продал нашу же пришел ну хорошо nvc зион давай будем заходить на первую темку причем первую темку вот честно тебе скажу не знаю где видел но до того как ты ее еще положил нам в темки список я видел этот прикольчик прикольчик я тоже видел вот с темка на creativeblog.com вот и заголовка не такой не делайте такой же дизайн такой же дизайн фейл как и chicago bulls логотип и здесь говорится о том что ну это в общем практически баян хотя на creative блок выпустили всего день назад ну где-то день назад примерно это и облетела так сказать интернеты вот что хотя нет 14 сентября был оригинальный твит дениза кэмпа который говорит о том что если перевернуть логотип chicago bulls то вы увидите робота который пялит краба а вот и я не смог опять удержаться хотя я все равно вижу робота который пялит краба но все равно смешно когда ты сказал но я да я старался даже мертвого опять же раз смешить он не буду про мертвых что-то сегодня слишком много про мертвых вот мы отрекшись вот да и отрекшись еще в чем суть суть в том что я-то думал что это именно новый редизайн а ты мне что то сделали наконец-то робота который пялит краба chicago bulls вот да я думал то есть ну что это прям именно я такой думаю сейчас я вот дочитаю до конца и стопудово там ну скажешь что это вот новый редизайн и что ну как бы я подумаю что это умышленная пасхалка которую вот оставили и типа ха 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 лол это по лебедево специально сделали такое говно чтобы просто хайп был оказывается нет это реально оригинальный логотип 1966 года тогда еще робота не был не сейчас такой же он не менялся с тех пор хотя подожди крабов владимир владимирович он в каком заступил в таком случае уже не вспомним в таком случае не очень хороший логотип я осуждаю сразу скажу да я тоже не согласен абсолютно вот но суть в чем суть в том что во первых по мне роботов тогда еще не было вот а во вторых оригинальный логотип ну то есть тот который часто везде используется он двухцветный и поэтому никто особо не смотрел вообще чё чё и как то есть ну видимо не пробовали там переворачивать или как то так вот то есть ну там там это просто так не бросается в глаза я сейчас именно но смотрю двухцветный вариант и и там именно глаза они выразительные а когда он одноцветный black монотон получается ну точнее в данном случае white монотон но и там на красном неважно на каком там глаза не видно и получается что это реально робот и как бы ну тут смешно что или если вы типа не сильно испорчены то это просто робот читает книжку да да согласен но просто вот у книжки вот у этой да у нее как бы под жопа и это как бы морщины на лбу у быка но честно скажу честно скажу честно скажу и мне еще издалека сначала показалось что ты знаешь таким роботы у которых выросли ноги паука но таких еще тогда не было опять же я просто был момент когда в саус парке именно рофлили по поводу того что во всем виноваты люди крабы и там именно в самом тупой момента говорили я уже забыл в какой там практически что там война америки с россией была просто из-за того что там во всем виноваты люди крабы я не помню точно на что-то такое и там как раз подобные были люди и у них именно низ как у краба вот тут тоже роботы крабы у меня кстати в детстве была кепка chicago bulls из китайки вот и мне на ней было вышито chicago bulls вышивка и вот именно морда красно с белыми этими то есть я тогда не задумывался перевернуть бы мне кепку или нет возможно я бы тогда бы догадался уже и было бы классно но к сожалению меня вот чувак этот денис кэмп опередил козел господи просто я вот насколько только думаю вот представь где-то сейчас кайфанул один чувак который это 60 лет назад сделал и он только дошло наконец-то наконец-то робот трахает краба у него все это время дома перевернутым веселок вот вообще это как в том меме что оказывается в игрушке дак хант на нес на нинтендо интертеймент систем и также известном как дэнди можно было за второго играть персонажа и от уткой убегать от выстрела это инфа сотка да это и да мы с тобой это уже здесь обсуждали в этом подкасте это действительно инфа сотка и чувак который программировал он на твиттере написал наконец-то дошло то есть он ждал все это время это надо во первых дожить это надо дожить во вторых как удержаться не про спойлер чувакам то есть это же ну это про а если никто а если бы он умер и никто из собой был видишь в чем суть из-за того что это надо дожить у него уже возможно деменции он уже забыл что не сказал об этом никому и тут как бы ну просто когда начали об этом говорить а там опять же на реддите там на хакер ну не или где там начали об этом писать это облетела уже весь там интернет и он в твиттере написано первых него twitter есть то есть он видимо не сыпется еще вот он написал типа ну наконец-то там дошло или его кто-то тегнул на твиттере на чё чувак а чё стопудово и он ответил ну да наконец-то дошло ну короче что то такое мы это с тобой уже обсуждали в общем мне мне смешно если оригинальный дизайнер у него все это время дома перевернутая висела это 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 гениально это что-то что-то типа самые самые гениальные затянувшиеся шутки в мире так что да да мне понравилось очень я я даже не думал в таком ключе глубоком как мы сейчас обсудили я просто поржал посмотрел вот я думаю что всем тоже понравилось темка классно для того наш подкаст и существует чтобы подумали глубоко погнали дальше да сейчас подумаем еще более глубоко у нас apple 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 сейчас все вышли надеюсь все больше нет никого самое смешное что нам спокойно можно вдвоем теперь поговорить да про я специально я специально в сунула его именно не первая темка и второй что все таки ну не ранен сомнился слава богу нет хорошо про чековой про робота про как ну его как робот краба теперь взяли все короче да в чем мулька apple а естественно в том что после конференции много всего интересного узнается про девайсы а конкретно вот эта новость про айфон 11 айфон 11 pro причем самое что главное айфон 11 pro теперь включает что значит теперь это как бы новый телефон но тем не менее неожиданно он включает быструю зарядку 18 ватт на вольт на юсб си ватт на юсб си то есть она по юсб си подключается сама по себе вилочка и выходит на лайтнинг в телефон вот вилочка стала более широкая если вы посмотрите я причем не знаю как она будет выглядеть в европейском стиле то есть нашими круглыми усиками вот вилл именно розеточку как она будет втыкаться но вот так вот выглядит американка здесь на картиночке изображено и собственно заряжаться все будет гораздо быстрее соответственно давно пора потому что я так понимаю китайцы уже это все придумали перепридумали уже сто раз делали фаст чарджи эти apple вот вот они выкатили и причем что самое главное они выкатили только для про моделей да и для макс и для обычных но только для про то есть для 11 такую вилку просто для 11 айфона не положит хотя вы можете заряжать то есть вы возьмете вилку отдельно можете заряжать без проблем но не положит какая разница если не положит чем вы будете заряжать вы чё тупые что ли вот и что здесь можно сказать вот это удивление у тебя вызвало или это ничего нового спасибо большое apple во-первых спасибо большое apple во-вторых я 18 ватт я не знаю это надо опять же смотреть по этому по калькулятору делить мощность на силу тока 22 и 4 напоминаю мой на литр это число вагадо как сейчас помню ну ка сейчас загуглю так или не так ну ка давай по а вагадо по мне 22 и 4 ну ка деменции посмотри проверяем а ну ка ну ка сейчас и сейчас можешь ли чё нибудь нет 6 6 на 10 23 не могу а 22 и 4 интересно это чё 22 и 4 химия грамм на моль это моль это один моль любого газа при нормальных условиях занимает объем 22 и 4 литра ну любого газа я понял ладно вернулись так вот я чтобы ты понимал уже второй свой айфон заряжаю не пяти ваттной зарядкой второй в смысле в ряд и предыдущий свой и нынешний заряжаю айпадной зарядкой которая 12 ваттная а это 18 еще быстрее будет но я хотя бы тут уже хинт преодолел потому что вообще-то да везде кладут 5-ти ваттные сволочь даже с apple watch везде везде обычные узенькие вот эти 5-ти ваттные кладут просто и все а у меня было две 10-ти ваттные 12-ти ваттные от разных айпадов и я 12-ти ваттную себе отжал просто и ею пользуюсь теперь теперь интересно будет сколько она отдельно будет стоить это же по-любому будет отдельный аксессуар то есть 18 ваттную все захотят купить и на обычные айфон 11 и вообще на другие любые другие это же по сути новый аксессуар у apple они гений здесь это преподносится так как будто да мы вам положим а в итоге это короче хреновина будет продаваться больше чем все айфоны вместе взяты все все захотят faster charge ну ты же понимаешь что те которые себе хотят fast charge они давно уже у китайцев себе набрали говна дешевого с одной стороны да но теперь это понимаешь именно общий приобретает какой-то такой легальный теперь никто на тебя стыдно не посмотрит что ты пришел с какой-то там хреновиной хотя наверно у белкина уже были стопудово потому что это же как бы ну течет я рот того что кроме 18 ваттного 30 ваттный еще продается все равно не максимальный положили есть 12 ваттный которую я пользую этот она стоит 1600 рублей причем 5 ваттный тоже стоит 1600 рублей каким дегенератом надо быть чтобы 5 ваттный себе купить ну то есть там же везде вдруг ты хочешь не спешить чуть-чуть ну да это дзен зарядка вот потом 18 ваттный стоит 3 косаря 2 940 вот которую кладут с прошкой а 30 ваттный чтобы упороться стоит 4 600 ну главное чтобы там больше всего будет продаваться как самсунге главное чтобы не взрывались и и на этом спасибо потому что если сейчас там они не оттестили до конца начнется оплавление какое-нибудь еще одно не ну это кстати опять же и с макпуками та же история а потому что вот например с моим макпуком шла 60 ваттная зарядка а с пятнашками 85 ваттная но если бы я взял сам себе купил 85 ваттный то у меня будет быстрее бусы заряжался то есть это как бы у них вот всегда такая тема была причем ладно бы они это афишировали и подогревали интерес и реально были ну это был продаваемый аксессуар а так мне кажется никто и не знает что они там разные быстрые небыстрые так далее им бы поработать над маркетингом адаптеров этих кстати да интересно почему не делают если подставку от монитора главное пилорофлили пиарили 500 баксов то вот здесь надо было сказать потому что она не уж хотя бы не 500 баксов так это еще и нужна вещь не как подставку монитор ну кстати я тебе сейчас в телегу скину а нашим зрителям покажу картинку как выглядит европейский вариант сейчас тебе скину наши зрители уже видят причем прям крупный видит во весь экран и вот я тебе скину так скинул смотрю а вы вижу и чё ничего все конец истории вот так будет выглядеть им по тебе я хочу посмотреть как выглядит европейская не американская это европейка будет 18 ватт да 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 ну да и наш кит сейчас немножко китайский как-то выглядит но допустим допустим ну в общем все эту тему а значит еще хочется вот вместо на эту зарядку хочется на эту зарядку еще эту пластину я надеюсь она будет тоже иметь это это возможность на нее пластину от комаров кладешь и она с биси просто втыкаешь раптор я возьму потому что я возьму я пользуюсь такими штуками и это будет дополнительно и iphone подзаряжаешь это надо на самсунга который оплавляется вот на нее пластину еще положить чтобы хотя бы не в пустую оплавлял или внизу можно вкручивать этот баллон который знаешь высасывает я понял да 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 который еще знаешь я вот видел людей которые на базе баллон втыкают и он перевернутый кверх ногами то есть он не вниз висит вверх торчит то есть еще самый тупой мне кажется не работает в таком положении то есть он должен он высасывает сверху там как бы да а он там снизу а тут ему не высасывается и она мне кажется вообще так впустую висит просто я знаю что пластины поджигают зажигалкой но это я тоже знаю да я просто еще вспомнился с гифку где бабка хочет фоткать что-то перед собой и фоткать себя вот это то же самое с раптором перевернутым кверх ногами хочет чтобы комары как бы сдыхали а в результате сам вздыхать потому что эта хрень выливается тебе на пол и не знаю чем превращается комара в отдельно короче да продолжаем apple 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 следующая новость это сравнение сравнение я бы сказал это versus battle versus айфон 11 против айфон xr естественно вы все догадались что айфон xr это родитель по сути прародитель а фона и айфон 11 причем мне вообще нравится как apple делает такую рокировочку то есть всегда номерные модели это были модели вот спроса как у которых есть номер это основная линейка айфонов но xr в прошлом поколении да предполагался как дополнительный телефон для бичей но в этом поколении айфон 11 айфон 11 это по сути номерная хрень она как бы продолжатель бича но она номерная то есть мы выходим к тому что центровая штука стала вот этим чем-то дешевым есть какой-то лакшери сегмент где про я не знаю в чем именно стратегия но я думаю стратегия какая-то определенная есть судя вообще по всему этому versus я сразу скажу вот под итог спойлер и так далее на самом деле айфон 11 по сути это просто хороший xr это тот xr который мы заслуживаем на самом деле тот xr который и должен был быть потому что вообще xr если сразу говорить о минусах в сравнении во первых у него одна камера уже сразу была еще в прошлом поколении когда было с двумя камерами телефоны все нормальные у него одна камера была он был чрезвычайно мощный но нахрена он такой бы нужен был бы он короче стоил на 50 долларов дороже чем айфон 11 теперь то есть он был еще и дорогой вот и что еще ну в целом все остальное здесь также и осталось у айфона 11 теперь две камеры то есть это уже уже можно брать телефон наконец-то две камеры у него также остался IPS матрица как я понимаю и с этими вот краями которые всех бесит как и в их саре но это окей он стал действительно на 50 долларов дешевле на стартовая цена это и мне кажется это супер круто вот но я имею ввиду это там в зависимости от гигабайт конечно если ты берешь топовый по гигабайт на 256 гигабайт то на 50 долларов дороже дешевле чем 26 гигабайт был xr на старте вот и в принципе из-за того что две камеры там он все много чего умеет умеет слоумо видео в 120 fps снимать там night mode фотки у него короче там все чё надо но точно такой же экран lcd дисплей 6.1 такая же короче лопата здоровая как xr все то же самое абсолютно вот просто это хороший наконец-то xr который должен был выйти с двумя камерами с охраненным новым процессором a13 байоник вот этот вот чип у него короче все такое на самом деле то есть xr тупо не нужен 11 я бы взял лучше 11 сейчас понятно что он дороже понятно что xr и наоборот сейчас дешевле и все классно но я бы взял 11 скорее чем xr потому что все таки но xr это еще не до телефон еще как бы ну какое-то такое ну честно я не хочу обидеть людей с xr понятно что тогда они не знали что выйдет 11 с двумя камерами вот короче такое мое зиме ты как на это смотришь немного через сказать первое это не те две камеры которые например у меня на 7 плюс ки пш у меня на 7 плюс ки дефолтная камера и телескопическая а в 11 дефолтная и широкоугольная телескопическая там так и нет телескопическая только в прошке так вот то есть тут другие две камеры ну типа не те которые везде там в самсунгах которые плавятся а именно вайд и ультра вайд а обычно везде у всех вайд и телескопическая так вот во вторых перед духа не 7 мегапикселей а 12 теперь у 11 то есть можно это очень сэлфи телефон а это очень сэлфи телефон плюс это умная перед ухо которая 120 fps снимает то есть замедление обычно только за за духа снимает замедление а тут перед ухо тоже вот плюс для любителей последних фич только после только одиннадцатый фон поддерживает супер новую лтг которого у нас никогда не будет но тем не менее и вайфай стандарта а x который тоже у нас никогда не будет но тем не менее то есть это прям хорошие задел на будущее он сильно дольше не устареет хрен с ним там процессора не процессоры но как минимум он стандарты более последние поддерживает связи это это круто это значит он дольше не превратится в кусок говна который даже вот просто не включается и кроме этого обращаю ваше внимание что в 11 11 про появился чип ю 1 хорошо хоть не youtube вот юан и про него мы расскажем в следующем подкасте чтобы уж сильно много apple apple неба я эту темку перенес на следующий подкаст это чип микроспойлер который позволяет в пространстве искать телефон прям по метрам я я начал чуть-чуть читать что это великая какая-то технология гениальная а где подожди где ты начал но тут вот в статье есть немножко про ю 1 ну понятно но это не отдельной статьей как бы чуть-чуть они забежали и я так понимаю вот я до конца не понял все-таки вот этот вот wireless charge будет ли или нет на нем уже есть на 11 на нем есть он аппаратно а программно они его еще не выкатили потому что что-то они тупят вот 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 да 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 и они дизайн двусторонний wireless charge то есть просто положить айфон на беспроводную зарядку он будет заряжать айфон а здесь именно они хотели сделать двусторонний чтобы ты приложил наушники к айфону и наушники зарядил от айфона беспроводно а я тебя понял я тебя понял да 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 Я ржу, потому что ты-то отлаживаешь Я отложил уже Перед подкастом Короче, теперь только тупо Яблочко без вот этой тупой надписи iPhone И так понятно, что у тебя iPhone И так видно, что у тебя яблочко Оно теперь просто посередине И можно в него немножко даже посмотреться Оно как зеркальце Как тебе решение вообще дизайновое? Мне все нравится Мне нравятся и две камеры Мне и три камеры нравятся И то, что оно в квадрате, мне нравится Я как бы за любые такие смелые эксперименты Я в них не вижу ничего предрассудительного Я видишь, я нёрд И мне железо больше, чем дизайн Вот, хотя дизайн Абсолютно не блевотный Он все равно как бы классный, прикольный Да, и я посмотрел на самом деле У Велосокома, как выглядят вживую Именно Сами телефоны У псевдовали ты имеешь в виду? Да, и короче у него в натуре В смысле просто вот в ручках Если крутить, красный телефон Там немного другой красный И он такой вкусный Я каждый раз смотрю на красный И они такие вкусные Прям Там уже ближе Немножко с крапинками морковного Короче там немножко Такой красный Не ярко красный красный А немножко уходя чуть-чуть В какой-то оранжевенький Но короче там Очень экстравагантные цвета Скажем так И вот именно он мне запомнился То есть остальные такие Лайтовые просто Раньше когда-то В 2000 Каком-нибудь Пятом Такого цвета Вся одежда была В какой-нибудь там Этой Какой-нибудь Теранове Условно Я даже не знаю Есть ли такой магазин Вообще в других городах Я сейчас говорю Так это Какая-то уральская Может быть тема В какой-нибудь Теранове Все такие вещи В Екатеринбурге Головной офис Просто бушечек Обслуживает Поэтому я знаю В Екатеринбурге Главное Тераново Вот Короче говоря Раньше такая была Мода на блеклые вещи Вот короче Вот такие же блеклые телефоны Я бы себе Из таких Честно Такого цвета Я бы взял себе Либо красный Естественно Черный Не знаю Белый Не знаю И возможно Ну и возможно Вот этот пурпурный Тоже прикольный Короче говоря Как я думаю В принципе Если бы мне не дали взять черный Я бы взял бирюзовый Хотя красный Тоже классный Но просто это слишком как-то Антихайп Бирюзовый Вот Кстати XR был Честно синий Честно голубой Здесь честно голубого Нету теперь Нет Нет Сейчас здесь все такое Немножко выцвевшее Они полежали Чуть-чуть Последнюю пасхалочку тебе Смотри Давай В пункте Где камерас Вишь картинку Где Шесть айфонов И между ними Типа Апертура Вот этот шестиугольничек Это то Как диафрагма Открывается Закрывается То есть там же тоже лепестки Она там тоже не круглая Короче говоря Смотри глубоко Ну гений Гений Маркетинга Ты говоришь Без айвича могут что-то А ты говоришь А ты говоришь Не умеют продавать Значит Зарядку Они тебе вон Ну значит нет у них цели Продавать зарядку Я так и понимаю Так что да Ну ладно В общем мы про Apple поговорили Теперь пойдем дальше Пойдем к следующему Сейчас уже более серьезная тема До этого хихоньки да хахоньки были Да Сейчас у нас прям настоящая такая разработка Вот Но перед этой разработкой Мне хотелось все-таки о насущном поговорить Вот мы с тобой В пришоу Забегая Вперед Назад Забегая в сторону Мы в пришоу С тобой обсуждали Вообще как сейчас Как сейчас сайты делаются Вот И вот раньше Это все как-то так тяжело было Да и сейчас есть Я тоже до сих пор веду Некоторых клиентов Это представляешь Надо Свой сервер Хостинговый И еще надо уметь Вот если ты хочешь Чтобы это было Не просто там Какое-то Шеррит Решение Где за тебя все делают И у тебя все медленно работает Если ты хочешь Чтобы было классно Тебе надо именно Накатить Взять Виртуалку Какую-нибудь С центосом Голом Накатить туда Веб-сервер Базу данных PHP Непосредственно Написать все конфиги После этого Это все запустить И каждый раз Потом Через SSH Подключаться Это все Конфигурить Через FTP Скидывать Начальные Какие-то сайты Дампы Поднимать Это Как бы Это такой Целый большой DevOps момент Вот И это Блин Бесит То есть Всегда Хотелось Как-то Чтобы это Было Более Автоматизировано Более Красиво Я кстати Забегая назад Опять же Когда мы еще Занимались Прям сильно Вордпрессовскими Сайтами Я смотрел Какой-то проект Он назывался WP-Dash По-моему Я кстати Даже не знаю Сейчас Такое Существует Или нет WP-Dash IO Нам не удается Найти этот сайт Ну-ка просто WP-Dash Если я введу Сейчас Вот Это был Сайт Типа Вордпрессовский Дэшборд И ты там Мог Добавлять Через Что-то так Смешно Что Меня через DuckDuckGo Ищет Firefox По дефолту Ну да Да WP-Dash Что-то такое Я не знаю Это оно Или не оно Но не важно Короче говоря Это был сайт Который В себя Ты просто Подключал Несколько Вордпрессовских Сайтов Туда И с одного Места Мог их обновлять Как-то Админить Плагины Обновлять И так далее Просто Чтобы ты В одном месте У себя видел Где И что И как Но как мы видим Сейчас этот сервис Загнулся Вот И здесь Уже Понимаешь Ты готовый Вордпресс Сайт Ты должен был Подключать То есть Ты не мог На сервак Их накатить Тут все равно Это автоматизировало Только вот эту Вот финальную часть Когда ты уже Все сайты Себе поднял И только уже Их поддерживаешь Это и так Не очень сложно Вот А теперь Вот кстати Ты это вот знал Есть же вот Компания Которая делает Панельки для хостинга Они называются ISP панель Да Я слышал Это реально Популярные чуваки У нас В России По крайней мере Мне почему Кажется Везде Ну то есть Я догадываюсь Что это российская Компания Но по-моему Они не только На русском рынке Зарабатывают Но не важно Русскоязычном Вот Компания Называется И у них сейчас Новый проект Вышел Веб Называется ВИПП Так Вот Так вот ВИПП Это такая хреновина Которую ты накатываешь На свой сервак И она Через нее Это короче Это визуальный интерфейс Управления сервером Только Здесь нету Там каких-то Сложных Именно сервачных Штук Здесь именно Работа По настройке Сайтов Причем Конкретно ВИПП Оно уже позволяет Разворачивать Именно Вордпресс Просто В два клика Докидываешь Себе Плюс один Вордпресс Плюс один Вордпресс Плюс один Вордпресс А если не Вордпресс Если не Вордпресс То жди Когда ВИПП Доработают Это То есть В данный момент У них Именно На Вордпресс Есть кнопка Но в будущем Разумеется Да собственно Что в будущем У них и сейчас Есть возможность Вручную Сделать Не Вордпресс А именно Ты говоришь Я делаю сайт Вручную Вот я сейчас Показываю Уже нашим Зрителям И здесь Где пункт СМС для вашего сайта Ты делаешь Не устанавливать СМС А просто Потом По ftp-шнику Кидаешь Например Drupal Вот Ну и просто Переходишь По ссылку Там Слэш Install PHP Там Настраиваешь И так далее То есть Ты В любом случае Сам контейнер Под сайт Ну контейнер Условно Здесь естественно Не будет виртуалки Никакой Ты через веб Тоже можешь Накидывать То есть Создать папочку В Ввв Слэш Я не знаю Мой сайтик Точка ру Прокинуть Домен на него Домашняя страничка Вот да Установить SSL сертификат Здесь тоже Из этой панели Можно За секунду Нажал кнопку Один раз Выпустил Let's Encrypt сертификат Он у тебя уже Автоматически Будет продлеваться Вот это круто Вот это круто Вот это Вот кстати Вот это Руками Руками Это все делать Очень и очень Бесит Я считаю Блин Вот это Гений Полностью С тобой согласен Да И вот здесь Заходишь просто На Главное Здесь мои сайты До 7 сайтов У тебя прям такими красивыми карточками Со скритшотами показываются Когда их уже становится больше Они уже такими просто Ну с табличкой показываются Там можно массовыми действиями Просто взять Пометить галочками всех Нажать Обновить WordPress Здесь на каждом прямо написано Тут WordPress 5.2.3 Ну это актуальная версия На данный момент Написано Какая версия PHP На каком сайте используется Ее кстати можно менять То есть если вдруг Ты Legacy Какое-то Говно Накатываешь Тебе надо в PHP 5.6 Это можно здесь в один клик Просто поменять Тебе не надо там Ни в какие конфиги лезть Ничего не делать Ты делаешь меню Управление сайтом Настройки Все То есть здесь Вот вкладочки Домены Здесь можно DNS Записи всякие Типа там Перенаправлений Редиректов И так далее Писать Резервные копии Здесь делаются Сразу же Ты их можешь хранить Просто каждую неделю Их делать У тебя просто показано Сколько они места занимают Пока у тебя на сервере Есть место Они здесь хранятся Ты можешь из них Просто развернуть Сразу сайт И все Можешь скачать отдельно Там эту резервную копию Слушай Вот с такими инструментами Хочется обратно фрилансить Пойти и сайты делать Потому что это же вообще Тогда халява Это ты практически Как ферму Сайтов держишь Уся Они у тебя там живут И ты когда надо Что-то нажал Обновил И ничего Даже не надо Лезть руками туда Знаешь Вот это Именно грязную работу Говновозческую Выполнять Не надо Что характерно Лезть руками Все равно можно То есть здесь есть И файл менеджер Причем он не лагающий Абсолютно То есть ты можешь Даже ftp юзеров Тут добавлять Там накидывать Просто wp-config PHP вручную поправить Зашел за секунду Поправил Просто и все Блин Ну это вообще Не надо ничего Вот это Ой как хорошо Можно отдельно Базу данных Создать Дамп Загрузить Дамп Уже Из другой Накинуть Юзеров Для базы данных Чтобы разграничить То есть Кстати здесь Сразу MariaDB 10 версии Не надо Мучиться Чтобы Подружить 7й PHP С 10 MariaDB Накатывать Там какие-то Пакеты И так далее Плюс здесь Сразу есть Кнопка PHP MyAdmin Если вдруг Вам Вот этого Микроинтерфейса Здесь недостаточно Можно зайти В классический Православный PHP MyAdmin Там пошерудить Пошерстить И в общем И в целом Как бы Ну С базы данных Поработать Ну про Сельсертификаты Я уже говорил Вот Здесь есть Несколько Получается Я правильно понимаю Что типа Как файл Зилу Не надо даже Устанавливать Там все есть Внутри Нет Здесь да Через броузер Это все можно сделать Блин Не надо вот это С собой Этого дерьма Ставить Из 90-х Эти все Программки Да Просто хочется еще Вспомнить Что файл Зилу Какой-то из версий Причем Одну из последних Ее ломали То есть Там ключи Если ты Не по SFTP А по Дефолтному FTP Ходишь Там ключи Просто в TXT файлы Лежат Пароли В смысле Не зашифрованы И как бы Да То есть Вот без этого Здесь все Четенько По HTTPS Ты к вебу Подключаешься И у тебя Весь трафик Шифруется Вот Ну да Кроме всего прочего Здесь конечно Нету супер Тонких Гибких настроек В том смысле Что вот PHP И не все Пункты Ты не можешь Сделать На данный Момент Здесь только Есть всякие Самые попсовые Типа Upload Max File Sites Post Max Sites Типа Чтобы Большие Файлы Загружать Там И так Далее Но вообще Разработчики Пишут У себя В блоге Там И вообще Ну как бы У них Нацеливание На то Чтобы Advanced Юзеров Тоже покрыть Потом Как краба Вот Чтобы В общем В целом Какие-то Ну такие Более Advanced Фичи Тоже Здесь Были Вот Потому что Ну зато На данный Момент Это Просто Супер Классный Инструмент Для Новичков То есть Почтовые Ящики Здесь Даже Можно Создавать Вот Эту Каждый Раз Боль С поднятием Mail Сервера Чтобы Нормально Отправлялись Отправлялась Почта Именно С брендированного Домена Когда у тебя Там Почта Собака Моя Страничка Точка Ру Вот Это Все Ты Ты просто Один раз Кликаешь Создать Почтовый Ящик Все У тебя Это Сразу Работает Блин Я честно Говорю Очень сложно На старте Нашей с тобой Карьеры Был бы Такой Тул Вот Я тоже Хотел сказать Было бы Там Были Конечно Потому что Это Я как бы тебе сказать Это как Пенал У ученика Со всеми Нужными Принадлежностями То есть Мы практически Могли В школу Фрилансеров Идти С этим Пеналом С этой Панелью И Там Все Есть Внутри Штрих Надо Закрасить Зашел Закрасил Ластик Линейка Чтобы измерить Что-нибудь Короче Блин Я сейчас Просто слушаю И даже на слух Это великолепное Что-то Абсолютно великолепное Тулза Ну да Зрители Могли видеть Это я показывал Вот Ну и ко всему прочему Скажу что Если у меня память Не изменяет Весь сентябрь Можно бесплатно Пробовать Я не знаю Правда Какого сентября Выйдет наш подкаст Будет актуально Вот Но мы постараемся Чтобы это было Максимально актуально Вот И кроме всего прочего У них есть Бесплатный период Даже после сентября Можно там Несколько часов Походить Посмотреть Попробовать Это достаточно быстро Здесь все работает Поэтому в общем И в целом Вы поймете Просто когда вы Регистрируетесь здесь Вы К своему хостингу Даете доступ По SSH И уже через SSH Накатывается Веб И вы уже Перестаете Заходить на свой Сервер Вручную Вы уже Можете им управлять С помощью Веб Даже Amazon Web Services Можно подружить Но там Правда Только через SSH Ключ То есть без Логина Пароли Непосредственно Ключ надо Сгенерировать Сюда подсунуть Но неважно Это в любом случае Самый безопасный вариант Поэтому я вас всех И так призываю Через SSH Ключ это делать И самая Вишенка на торте Это классная документация Я вот ее читал Она реально актуальна Она на двух языках И на русском И на английском Разумеется И здесь Со скринами Все просто Для самых дегенератов Даже я смог понять Как здесь выпустить SSL сертификат От Let's Encrypto То есть я считаю Что у ребят Большое будущее Да как бы Никто и не сомневался В компании ASP System Мне кажется У них уже будущее Это идет большое Их будущее Это наше настоящее Потому что Точнее Ну Хотел красиво сказать Какую-то хрень Но неважно Короче Они классные И очевидно Они с 2004 года На рынке То есть очевидно Что за 15 лет Ребята научились Делать ПО Да Про них слышишь постоянно На самом деле Вот именно Причем лесные Не как про Я не знаю Американцев Про Трампа Да А как про Все-таки Кого-то более Хорошего Перспективно Да Перспективно Короче Обязательно пробуйте Ссылка в описании Мы вам прям Крайне советуем А мы здесь вообще В наших подкастах Говна никогда не советуем Поэтому Двигаемся дальше Конечно Спасибо большое За интересный инструмент Я вот еще хочу сказать Пойдем дальше Следующая темка У нас Это Между прочим ES 2019 Да У нас На CSS Tricks Написали статью Лори Барф Написала ее Не Крис Койер Как вы могли бы подумать Нет У нас кстати Будет еще не Крис Койер Снова сегодня CSS Tricks Да Будет Будет Что-то он Куда-то Запропастился От него пропастины Просто Воняет уже И все Поэтому Что ты думаешь Я сейчас каждый раз Ору с того Что у меня У него же на сайте Стилизованный Scrollbar А в Safari Он не работает Это кстати Ты мне будешь Сегодня рассказывать Про стилизованные Scrollbar Так И не работает И что Ничего Все Конец истории Продолжаем ECMAScript 2019 Мы здесь часто В этом подкасте Обсуждаем Новые методы Которые появляются В новых спецификациях Методы Работы с объектами С массивами Со строками Вот и сегодняшняя темка Не исключение Разберем по паре новых методов К каждым прототипам Начнем с Object Мы кстати Здесь же Опять же В подкасте Разбирали Метод Object Entries Которые возвращают Из объекта Массив Массив Массивов Вот Соответственно Для того Чтобы мы могли Итерироваться По объектам С помощью там Мэпов Всяких Фильтров Редюсов И прочего Бреда Это в ECMAScript 2017 Было Вот Я кстати Кстати Когда Делаю цикл ForOf Например Сам Я очень часто Даже К массиву Применяю Метод Entries Для того Чтобы Получить Именно Индекс Когда Внутри ForOf Хожу Чтобы Индекс Получить Я тоже Использую Метод Entries Так вот Ну вы Все сами Знаете Что Если у нас Есть Какой-то Объект И у него Есть ключ И значение То Когда мы Применяем К этому Объекту Метод Entries Мы получаем Массив И потом Внутри Массивы И Соответственно Первый элемент Это ключ Второй элемент Это значение Такие штуки Нам действительно Очень удобно Помогают Итерироваться И допустим Отфильтровать Нам все Ключи Оставить Только Значение Которых Например Больше 21 Вот То есть Мы делаем Object Entries Получаем Временный Массив К нему Делаем Точка Фильтр Ну и Внутри Фильтра В колбеке Соответственно Перебираем Возвращаем Только те У которых H Больше 21 И Проблема В том Что нам После этого Нужно Вот этот Временный Массив Который Мы Получили Перевести Обратно В объект И раньше Нам приходилось Его еще раз Итерировать И соответственно Из Пустого Объекта Сначала Объект Перебрать Весь объект Как-то Его Отфильтровать Или Редюс Или Мэп И потом Уже Результат Если Это По-прежнему Массив Массивов Перевести Опять В объект Просто Делаем Объект From Entries И Передаем Туда Наш Временный Массив Все Он Будет Возвращать Нам Этот Объект Что Касается Непосредственно Производительности Я думаю Думаю Здесь Этого Не Указано Но Я думаю Что По Производительности Плюс Минус Одно И Тоже Потому что В любом Случа Чтобы Перебрать И что-то Перевести Из одного Формата В другой Нужно Все Это Перебрать Вот Но Выглядит Как Минимум В сто Раз Более Убористо Вот Ну Мы же За убористостью Сюда Приходим Правильно Я напоминаю Код мы Пишем Не для Машины А для Людей Поэтому Конечно Мы здесь За убористостью Вот Здесь Нужно Только Помнить Один Drawback Что Когда Мы Из Массива Делаем Объект В таком Моменте Если Вдруг У нас Какой-то Ключ Повторяется То Первое Значение Дропается Первое Внимание То есть Смотри У нас Есть Массив Массивов Первый Массив Это Два Элемента Амелия 22 Потом Беатрис 22 Элоис 21 И Беатрис 20 Мы Когда Перебираем Он Берет И Беатрис Перезаписывает И Беатрис Было 22 На Второй Итерации На Четвертой Беатрис Стало 20 Двух Беатрис С разными Числами У нас Не Появилось То есть Здесь Когда Мы Используем Этот Метод Он Дубликаты Убирает В каком-то Случа Это Поведение Действительно Нам Нужно В каком-то Случа Это Будет Провал Поэтому Имейте Это Ввиду Вот Если Вам Нужно Чтобы Там Не Уникальные Все Значения Были То Придется Не Readable Делать Писать For Cycle Вот Здесь Сразу Есть Поддержка В каких Браузерах Поддерживается Разумеется В Edge Не Поддерживается Но Ладно В Edge В Firefox Поддерживается Только С 67 Сейчас Актуально 68 Вот То есть Как бы Не то Чтобы 100 тысяч Лет Назад Это Поддерживалось Это Реально Супер Свежак Вот Поэтому Используйте Такие Штуки Только С Babel Ну Потому Что Блин Вы же Не Хотите Лишиться Поддержки Там Тупо Два Firefox Назад Это Не Работало Вот Поэтому Используйте Это С Responsible Как это С Ответственностью Короче С Умом С Умом Используйте Так вот Идем Дальше Ну Давай Prototype Flat Это Был Обчик Метод From Entries Добавился Теперь К массиву К массиву Добавился Метод Flat Что Такое Flat Flat Плоский Что Сделать Что Значит Сделать Массив Плоским Это Значит Что Если У У Нас Двумерный Массив То Чтобы Все Элементы Массива Ну То Есть Когда Это Бывает Нужно Это Бывает Нужно Когда Мы Берем И То 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 У меня была Матрица Типа Такая Я Представил Себе Двумерный Массив Это Матрица Правильно Ну Такая Типа Двумерная Такая Как Короче И Они Все Стали В Первой В Одну Линию Ну Это Понятно Что В Вклинились Ну То То Если У Тебя Матрица Она У Тебя Не Вся Может Быть Табличная У Тебя Может Быть В Массиве Три Строки Потом Хоп Массив Из Двух Строк Потом Еще Три Строки И Когда Ты Делаешь Flat У Тебя В результате Один Массив Из Восьми Строк Ага Я Тебя Понял Хорошо Flat Это Еще Квартира Они В Квартиру Все Все В Квартиру Попали Как Вот Да Ну Короче Говоря Как Обычно Происходит Что То Ну Например У нас Есть Массив Объектов А Внутри Каждого Из Объектов Есть Students И Этот Students Это Массив Строк Ну Соответственно Там Студенты Какие Указаны В этих Студентах Бывает Что Как я Сказал Три Строки И еще Потом Массив С двумя Строками Мы Сначала Берем И Перебираем Весь Массив Объектов Вычленяем Оттуда Только Студентов Потом И потом Нам Приходится Их С помощью Конкадинации Совмещать С пустым Массивом Для того Чтобы Как раз Таки Уплощить Теперь У нас Есть Просто Метод Flat Мы Его Один Раз Юзаем И Все Само Разруливается Это У нас Мем На Работе Нам Один Бэкендер Рома Привет Если Ты Нас Слушаешь Мы Там Что-то Говорим Вот Там Блин Пришли Нам Лучше С Бэкенда Попроще Дан А то Нам Там Мэпить Тоже Там Делать Туда Сюда Вдруг Баги Какие Полезут Он Гениальная Вещь Да Чуваки Вы Просто В Store Закидываете И Все Само Разруливается И Вот С тех Пор У Нас Мем Если Вдруг Что-то Надо Попотеть И Что-то Сделать Мы Поговорим Да Блин Надо Просто В Store Закинуть И Все Само Разруливается Вот Тут Примерно Так же Просто Flat Юзаем И Все Само Разруливается Вот Но Нет На самом деле Конечно Не Если Мы Передаем 1 И Это Кстати Дефолтное Значение 1 То Он Уплощает Только На Первый Уровень А Дальше Остается Все Равно Следующее Соответственно Если У нас Массив Массивов Массивов Если Мы Передаем Flat 1 То Он Только На Один Уровень Сдвинет А Массив Массивов Так И Останется Массивом Вот Если Передаем 2 Соответственно То Уже Не знаем Сколько Нужно Всего Если Мы Не Знаем Надо Использовать Infinity Вот Такое Ключевое Слово Если Ты Машину Смысляешь 100 Пудово Конечно Infinity FX35 Просто Используешь И Никаких Проблем У тебя Нет То есть В смысле Пустые Скобочки Правильно Нет Пустые Скобочки Это Как раз Один Будет А Ты Прям Пишешь Infinity За Главные Буквы Ага Так Хорошо Вот И Здесь Опять же Пишут Что Ну Надо Использовать С умом Если У тебя Там 15 Вложенностей И Ты Передаешь Infinity И Он Будет Это Все Девать То Это Может Быть Очень Долго Выполняться То есть Infinity Ты Рассчитываешь На то Что Хотя У тебя Там 4 5 Да Вот В таком Духе Ты Все Правильно Выкупил Выкупил Я Сейчас Стор Закидываю Вот Да Браузером Как Нетрудно Догадаться Примерно Такая же То есть Там Начиная С 75 Хрома С 67 Firefox И Так Далее Ну Смотри Мы То есть Свежак Рассказываем В принципе Когда-нибудь Когда-нибудь Через Годик Это Будет Ну Типа Уже Стопудовая Тема Ну Да Я понимаю С Бабелем Это И сейчас Стопудовая Тема Просто В какой-то Момент У тебя Автоматически Собирается Проект И у тебя Ты в бабель Передаешь Какое покрытие Процент браузеров Тебе надо В какой-то момент Он у тебя Просто Ну Не будет Это компилировать А оставит Нативным Так сказать И все Поэтому Можно юзать Уже сейчас Код Уже сейчас Станет Красивее Понятнее Удобнее Вот Следующий метод FlatMap Тоже для массивов Что он делает Он делает То же самое Только еще И позволяет Это перебрать Вот То есть Мы теперь Смотри Вот бывает Такая задачка У тебя есть массив Из четырех цифр И тебе надо К каждому элементу Прибавить пять Тут семь Ну Насреть Семь Я из башки Придумываю Да Семь Как обычно Ты делал Ты добавлял В массив Элемент Ну то есть Ты каждый элемент Массива Превращал в массив И в этом массиве Соответственно Был Первый элемент Это исходное Значение А второй элемент Это исходное Плюс семь А потом Делал плоским Это Вот теперь Это можно все Сгруппировать В один метод FlatMap В котором В callback Просто передать Ну как бы Вот этот вот Массив Из двух элементов И он В тот момент Когда его будут Запихивать В изначальный Массив Он соответственно Его уплощит Сразу И он будет Не массив Массивов А просто Массив Элементов Я не знаю Насколько Это на слух Вообще понятно Просто Если хоть кто-то Хоть раз Это делал То он За секунду Понимает А если Никто не делал То в общем И насрать То есть это Вы Мэпите Массив Когда вы С каждым элементом Делаете Какое-то действие И добавляете Этот элемент В массив И сразу же Его уплощаете На один уровень И все Конец истории Ну мне кажется Это можно Если что Все равно Посмотреть В видосе В видосе Точно будет Понятнее Тут вообще Написано Именно идеально Сначала Пример Как было А потом Как стало Ну да Да Согласен С тобой Дальше У нас Ну Поддержка Повторюсь Такая же 12 Safari 75 Chrome 67 Firefox То есть Действительно Одна спецификация Которую Все Разом Ввели Дальше Методы Строк То есть То были Объекты Массива И теперь Пошли Строки Всегда Были Такие Методы Trim Right Trim Left Trim Это Выкосить Подстричь Так скажем Пробелы То есть Если у нас есть пробелы какие-то там в строке слева или справа И мы хотим вычистить только пробелы слева например То есть пробелы в конце нас устраивают Пробелы в начале нет Мы делаем Trim Right Trim Left Right Это соответственно Причем на самом деле достаточно тупо Ну хотя не тупо в общем понятно что справа это значит убрать пробелы справа Слева это убрать пробелы слева В новой спецификации появились Я только кстати так и не понял Это новые методы или старые убрали оставили новые Я думаю что добавили просто новые и все Теперь есть Trim End и Trim Start И типа вот здесь нейминг более понятен Что Trim End это в конце убрать А Trim Start в начале Видимо это сделано в угоду странам В которых справа налево читают И там соответственно это конфьюзить будет Что типа сначала с конца Хотя у них и начало и конец получается Это тоже ну не слева и справа Не знаю Короче теперь есть методы Trim End и Trim Start Которые соответственно делают то чего от них ожидаете Вырезают пробелы и white space с конца И сначала соответственно Окей Дальше у нас опциональный кетч Короче говоря теперь в Trim Catch В кетч не обязательно передавать exception как параметр Если вдруг вы этот exception нигде не используете Можете его просто не передавать Даже скобочки пустые не делать Будет работать нормально Не будет никаких ошибок валидации выдавать Просто try кудрявые скобки И кетч кудрявые скобки Если вы точно знаете что это за exception Что за ошибка Вам просто надо каким-то образом получить данные Ну там вот в данном случае obj Вы просто его логируете например и все Без exception Поддержка браузера такая же 75 Chrome, 67 Firefox, 12 Safari Дальше самый тупой бред Который только можно было обсудить Но мы его тоже обсудим Метод toString у прототипа function То есть если вдруг мы текст функции Делаем метод toString То раньше он работал так Что все в одну строку выводил А теперь выводит с учетом пробельчиков Ну и enteric соответственно Если вдруг кто-то это когда-то использовал Я не знаю Напишите в комментариях Для чего вообще кто-то мог бы такое использовать Интересно Ну это были основные фичи Экмоскрипт 2019 Есть еще про символы немного Но про символы каждый раз так скучно говорить Их используют в основном разработчики библиотек Ну то есть это обычным юзерам тоже нахрен не всралось Вот С json stringify Ну прикольно Но это пока только proposal То есть его еще не добавили Вот Поэтому ждем Ждем когда еще какие-то штуки добавят Прям в стандарт И будем дальше обсуждать Есть еще что добавить Или нет У меня знаешь что Единственное меня поражает Что это на CSS Tricks все происходит Обычно мы ECMAScript 2019 Всякие фичи Смотрим с Более таких сайтов Серьезных А тут знаешь Хоп и на CSS Tricks вдруг Начали они что-то писать об этом Ну слушай Это на самом деле камень в мой огород Потому как естественно Это было на более серьезных сайтах На все серьезные сайты Они медиумы подобные А у нас байкот Вот Поэтому я умышленно Тогда это плюс Ждал когда это появится На каких-то более дружественных сайтах Так мы это могли еще две недели назад Обсудить С Hacker Noon Или с Ну не с Hacker Noon Hacker Noon-то по-моему Хотя нет Hacker Noon зелененький медиум Да Мы бы уже давно оттуда посмотрели Или с какой-нибудь фрик-коуд-кэмпа Но пока что они нам недоступны Ну все Пока с медиума не уйдут Любим Любим CSS Tricks Молодцы Пишите еще Пиши из чего Про ECMASCase 2019 В принципе классно На самом деле Статья достаточно понятная Даже мне тупому барану Вообще не понимающему ничего В JavaScript Здесь классно Что реально Есть примеры Типа Как было Как стало Объяснения И на каких-то простых примерах В общем Достаточно прикольно И написано еще Где поддерживается Тоже хорошо Удобно Не надо к самому лезть А там что где Как К наюзачи Это все Здесь Классно сделано Пойдем дальше Следующая тема Это CSS кнопочки Опять же Не уходим Не уходим С дружественного сайта Джей Томпкинс Написал нам Я так понимаю Джей Это все-таки Мужик Наверное Томпкинс Ну мне тоже так кажется Да Написал про Призрачные кнопки С Пониманием С С пониманием Как бы Как бы это перевести Так красиво Призрачные кнопки Которые понимают Откуда вы на них навели Я бы так Объяснил И Сразу же могу сказать Что на самом деле Как я вижу Вообще на CSS 3x Они начали жить Возможно мы просто С тобой не обращали внимания Или я не обращал внимания Но Они начали писать статьи Всякие Вот просто Как будто Они заказали 100 тысяч авторов И они теперь им пишут Или они разрешили писать Чувакам Которые давно хотели Написать на CSS 3x Потому что например Джей Томпкинс У него больше нет никаких статей Это все Вот это его первые Единственная статья Про кнопочки И здесь реально просто гайд Я просто Мне кажется Что да Они в какой-то момент Кинули клич И сказали Что типа Присылайте нам статьи Если нам понравится Мы опубликуем Вот И это круто То есть у меня Давняя мечта Чтобы у нас было так же Может быть Когда-то осуществится Посмотрим Согласен Это очень круто И прям вот Если это сам придумал Я имею ввиду Зачинатель CSS 3x То он гений Я считаю Ты имеешь ввиду Если он у нас Это не слил Потому что я об этом говорил Еще миллиард лет назад Даже какой-то клич кидал Но пока что У авторов Нет особого стимула К нам писать Потому что у нас нет Такого трафика Как на CSS 3x И здесь конечно же Мы должны Обеспечить им этот трафик А тогда они нас Обеспечат гайдами И статьями Возможно Крис Куэр Заходил к нам в подкаст И слушал Как мы его обзываем Постоянно толстым И обозлился И слил Очень классную идею Про то Что надо авторов К себе приглашать И вот Джей Томпкинс Значит Как автор Просто Написал гайд Как сделать Классные кнопки На самом деле Я скажу Сразу Это очень замороченная Тема И это сделано Для тех Кто Во-первых Очень сильный Любитель CSS Как минимум Любитель делать Интересные стили И Любитель заморачиваться Вот если вы Три любителя В одном То это подходит Для вас В принципе Здесь сначала Чувак рассказывает Про то Что Давайте предположим Что у нас есть Кнопочка Давайте сделаем Кнопочку Такую вот Бу Кнопочку Призрачную Она Она просто Оформлена Как такая Кнопка С надписью Бу И По краям Она У нее есть Граница Вот эта красная И Есть у нее При наведении При наведении Некая Box shadow Которая чуть-чуть Меняется И сама Она в принципе Заливается Красным И Бу Меняется На белый Если вы видите Короче Такая Знаете Обычная Оборачивающаяся Кнопочка Когда вы Наводите Она была Одного Бэкграунда С одним Шрифтом Вы Навели На нее Она Стала Инверсным Как бы Бэкграундом Соответственно И шрифтом Цветом Короче говоря И box shadow Меняется Чуть-чуть При наведении Кстати говоря Если вы Нажмете То есть На Двоеточие Active То у вас Будет Вообще Совсем Не будет Бэкграунда Как будто Вы реально Вжали Кнопку Видишь Да 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 И короче Тут есть Сразу же Перейдем К тому Что Ну это Конечно Классно Но хотелось Бы Классное Наведение Сделать И чувак Размышляет Про то Что давайте Сделаем Такое Наведение Чтобы Как бы Кнопка Знала С какой Стороны Мы на нее Навели И При наведении Она будет Вот так Вот Плавненько Закрашиваться То есть Мы допустим Справа Налево Наводим На кнопочку И она Справа Налево Закрашивается Вот так Вот Красиво Как Как Типа Как Не Скролл Бар А как Типа Какой-то Бар Реально Закрашивается Давайте Сделаем Так И короче Вот здесь Начинается Creating a foundation То есть Вообще Как Сделать Такую Кнопку Берем С простейшего Делаем HTML В него Tag button И Boo Пишем И делаем Некий Стиль Для этого Баттона Вот Стиль Для этого Баттона Немножко Переменных Здесь Чуть-чуть И Как Выглядит Вообще Background Все Border И все Здесь Описано Все Здесь Есть И Такой Простейший Button Hover Именно С Box Shadow Вот Определенный Box Shadow И На Active Вообще Box Shadow Пропадает Как мы Видим Что-то Так Тупо Что у Него Здесь Стиль На Стайл Все Написано Ну Да Есть Такое Есть Такое Но Тем Не Менее Хорошо Мы Написали У нас Есть Кнопочка Вроде Уже Прикольно Но Теперь Сделаем Класс Наведение Как Он Делает Наведение Короче Это Наведение Сделано Можно Было Быть Сделать На Джаваскрипте Но Типа Мы же Здесь Пацаны CSS Давайте Подумаем Как Это Сделать CSS Короче Он Берет И Делает С помощью Clippath Именно Клипует Внутренние Элементы Внутри Кнопки То есть Он Берет Кнопку Вот Эту Button Boo И Внутри Button Boo Вхреначивает Еще HTML Теги Span Например Один Spanage Он Вхреначивает Здесь И На Примере Одного Spanage Показывает Как Можно Ну Значит Он Стилизует Этот Spanage И Стилизует Hover Spanage И В принципе Уже Здесь Работает Наведение Обычное Просто При Наведении Этот Span Внутри Button Потихонечку Закрашивается Видишь Да Да Я Да Я понимаю Да И тут Самое Интересное Я Как Девочки Я Сразу Посмотрел С Конца Ты Вконец Я понял Короче Но Мы Двигаемся Дальше Нас Не до Конца Это Устраивает Нам Хочется Именно Чтобы закрашивать С той стороны Как мы Навели И Это Тоже Можно Сделать Но Надо Вхреначить Несколько Спанов То есть Каждый Спан Будет Отвечать За Свою Сторону За Левую За Верхнюю За Правую За Нижнюю Он 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 Через Спан Ровно Четыре Спана Нам Эти Спаны Он Описывает С Помощью Спан Короче Вот С Помощью Вот Этого Типа Баттн Спан Типа Первый Баттн Спан Второй Мф Тайп Три Вот это Вот Короче С Помощью Вот Этой Хреновины Он Описывает Каждый Спан Четыре Спана И для каждого, ну, короче, вообще для всех Hover делает Opacity 1 Вот, чтобы, в принципе, его было сейчас видно Но возникает проблема некая Теперь все спаны, они все нахрен перегораживают друг друга И при наведении они как бы, ну, не совсем пропадают И самая суть в том, что, короче, ты будешь наводить И у тебя будет постоянно сбиваться и все что-то дергаться, короче, это не очень Тебе нужно так, чтобы вот ты один раз навел на кнопку Справа, слева, сверху, снизу И у тебя один раз закрасилось с того момента, откуда ты навел Потом обратно убрал курсор с этой кнопки Снова навел, снова закрасилось Это делается при помощи, очень легко, при помощи Z-индекса То есть ты просто повышаешь Z-индекс по Hover Одному из этих спанов, точно так же здесь написано И, соответственно, у тебя и Opacity 1, и Z-индекс 2 И у тебя закрашивается красивенько Здесь еще дальше немножко написано, что нужно все-таки еще и текст вхреначить Еще 4 текста он вхреначивает С помощью HTML тега B, причем, по бреду По хипстерам Вот У него получается в одной кнопке 8 HTML тегов Еще дополнительных И он здесь тоже немножко описывает, что сделать с бишичем И в итоге получается реально умный, типа умный ховер такой Короче, ты наводишь, с какой стороны ты навел И там очень магически он закрашивается Вот такой небольшой как бы воркшоп, если это можно называть воркшопом Кстати, грязь Я теперь понял То есть именно из-за вот этих треугольничков он понимает, с какой стороны И он просто закрашивает другой спан Это просто 4 спана одинакового цвета Ну прикольно Ну вот Ну типа тут достаточно гениальная тема Но я вот на это смотрю Конечно же, это нужно делать, я не знаю Во-первых, это сделано чисто понтануться умением извращаться с CSS То есть надо до этого догадаться, клепасить штуки Это именно он сидел и придумывал Вот Не знаю, нужно ли такое сделать Хотя если ты сделаешь чисто отдельно как бы шаблон И будешь постоянно в кнопке хреначивать По-моему, должно быть прикольно То есть такое, ну, реально немножко обескураживает И в хорошем смысле слова удивляет Ну я полностью согласен Особенно меня удивило то, что свойство клепас транзитится То, что opacity транзитится я знал А то, что клепас транзитится плавно именно, я не знал Это круто Ну вот Ну вот, кстати я Это тупо вот в копилочку знаний, так сказать Потому что здесь можно много чего придумывать Из-за того, что мы теперь знаем, что клепас, он плавно транзитится Это прикольно Да, кстати, мне интересно Это вообще как поддерживается Вообще клепас, он насколько я вот не смотрел Поддерживается в браузерах в наших Слушай, я про него ролик снимал еще года 4 назад Поэтому я думаю, он уже везде поддерживается 100 лет То есть это в принципе уже даже в E11 Хотя нет, вот и в E11 нет В Edge тоже нет В Firefox, да В Chrome, Partial Support Ой, что-то как-то, не знаю Короче, ты снимал, а они походу тебя не слушали особо В отличие от Крисы Койера, который нас слушал Смешно, конечно, для E Да, смешно, конечно, что для E Это вообще кто-то будет что-то делать Это такая штука, конкретно вот этот кейс, который мы сегодня посмотрели Она такая, чисто улучшательская Если ее нет, да и хрен бы с ней А если нет, ну прикольно То есть поэтому в данном случае вполне поддержка приемлемая Просто знаешь что, сама по себе статья Очень вдохновляет на то, чтобы что-нибудь поиграться с CSS Или с JavaScript, как мы поняли PSKMAScript 2019 тоже на CSS 3X И походу можно просто идти и писать на CSS 3X И все, и тебя будут читать Это же классно Ну, это да, и английский можно качнуть Поэтому в общем, в целом тут все плюсы Все плюсы, я согласен Вообще, вот то, о чем мы рассказывали про панели веб От SP System Оно нас наталкивает на то, чтобы попробовать какой-нибудь нормальный хостинг Какой-нибудь нормальный? Как это какой? А нормальный хостинг у нас в России только один Это SmartApe, smartape.ru Вот, пробуйте обязательно По нашей реферальной ссылке Цены, вот мы уже сколько здесь сидим Вот столько цены у них и не менялись Кстати, да В EPS, кино и SSD-шках 345 рублей в месяц Это ноль вообще Ну, то есть Мне кажется, что Тут нужно быстрее держать карман шире Вот, я уверен, что Кстати, там Ну, из Видал, что CentOS 8 выходит Что он будет прям пушечка Что для него уже пакеты скоро все будут И так далее Я уверен, что Ребята из SmartApe Первым делом его ведут у себя Ну, как опцию, понятное дело Не то, что они вам всем CentOS обновятся С 6 на 8 принудительно Нет, просто что Можно будет посмотреть Это круто Тестовый период 10 дней На тебе Скидки, если покупать сразу на год На тебе Интернет-канал 200 мегабит в секунду Супер стабильный На тебе Все вообще варианты Хостинг на NVMe-шных SSD-шках Которые напрямую в PCI-Express шину Вставляются и обеспечивают Скорость записи до 2000 мегабит в секунду На тебе И в два раза больше на чтение На, получай То есть Тут просто Я напоминаю, что цены не меня Ты вот понимаешь, что цены сменились уже на вообще все в мире А на SmartApe нет Насколько гений Насколько инфляция не трогает пацанов Вот именно Тут гениальнее только Apple У которых iPhone на 50 долларов подешевел Топовый Я, кстати, не знаю, как они добились Может, они на SmartApe смотрят Скорее всего Они просто начали наконец-то хоститься на SmartApe И у них появились монеты свободные И они решили скидку народу сделать Поэтому тут, я думаю, тоже SmartApe замешан Пробуйте обязательно Особенно в комбинации с новой суперпанелью Web От ISP System Я считаю, вот эта вот комбинация Это комбинация Комбинация на миллион просто будет Ваш бизнес бустанется просто в десятки тысяч раз Это, знаешь, это как собрать самый топовый сет Какие-то шмоток в какой-нибудь игре То же самое Какой-нибудь массивный онлайн-RPG Да В какой-нибудь такой И еще, если эти шмотки собрать по нашей реферальной ссылке Киево-дизайн.ру Смарт-тейп Вообще будет отлично То еще и мы что-нибудь соберем Да, согласен Двигаемся дальше Давай, дальше у нас Кстати говоря Вот я просто Это твоя тема Но издалека показалась Очень такая Какая-то рассуждательная Медиум-оноподобная Кстати, не на медиуме Заметьте Мы Зачем мы вообще про него говорим? Надо, мне кажется, забыть Я согласен Бойкот так бойкот А то у нас бойкот так в рекламу превратился Конечно Вот какая-то очень рассуждательная, интересная офиснуха Ну, короче Это пишет Дама Причем Дама Based in Berlin Я не знаю Немка она или не немка Неважно Короче, Based in Berlin Вот Ей немного лет Но она очень много лет занимается разработкой Ну, понятно Ей 15, а занимается 27 Почти, да 10 лет опыта на свифте Так вот Она такая суперпедантичная Она рассказывает о том Что она всегда очень сильно задрачивалась Там на разметке На всякой фигне То есть она именно HTML-программист Как он есть Вот И Она как бы Типа у нее было практически там 5 лет работы Но это учитывая то, что она там В институте просто программила И так далее И она когда пошла устраиваться на работу Реально Она так и указала Типа 5 лет опыта Вот Она погуглила, что там Вот Когда 5 лет опыта Уже Ну, как бы Много денежков можно зарабатывать Та-та-та-та-та И вот она в 19 лет пошла И На сеньора, короче, прошла Ну, как-то так вот Сложилось, да Что В общем И в целом большой опыт Что-то там знает Что-то могла Прошла на сеньора Подумала, что Ну, чтобы быть сеньором Нужно же просто, наверное Быть старым человеком Ну, да Просто нужно Много лет работать И все Вот И это, соответственно Здесь вот Статья называется 7 absolute truths Unleared as a junior developer Короче говоря Она думала, что есть 7 стопудовых Вот стереотипов И оказалось, что Они все неверны И первый из них Это Она думала, что она Сеньор-разработчик Просто из-за того, что У нее уже Большой опыт Ни хрена подобного Она поняла, что Не весь опыт Он одинаков То есть опыт Когда ты у себя В спаленке Делаешь что-нибудь Какие-то сайтики Не пойми для кого Не пойми для чего Вот Это еще не тот опыт Который На заводе Тяжелыми Это не коммерческая Это не коммерческая Разработка Вот И Она Говорит, что Работа в какой-то Компании С большой И дружной Командой В 10 раз Больше дает Вэлью Чем Просто работа У себя В офисе Или там У себя В спаленке Самого На себя Вот То есть Она поняла, что Нужно Как бы Нужно какое-то Общение Команда Чтобы тебя Подтягивала Вот Поняла, что Очень важны Наставники Поняла, что Сам титул То есть Ну Наименование Работы Типа там Сеньор Ну ничего не говорит Потому что Если ты Сеньор В команде С 5 человек Это одно Если ты Лид 50 человек Это уже Другое Если 500 Соответственно Это третье Это Ну это Просто Три Космически Разные вещи Поэтому Это нужно Учитывать Второй Стереотип Который Развенчался То, что Все пишут Тесты Она думала Она так думала Да, что Все пишут Тесты Она думала Вот у нас В компании Не все Тесты Написаны Но это Только у нас Везде Это ведь Сто пудово Написаны Ни хрена Подобного Оказывается Она поняла Что В основном Все компании Или стартап Вообще Не пишут Тестов То есть Если их Где-то Хотя бы Есть Это еще Хорошо А так Их Обычно Вообще Нигде Нет И Почти Ни у Какой Компании Нет Супер Идеального Сетапа Ну то есть Типа там Девопсовского Когда там У тебя Супер Кластеры Все там Бэкапится Все так далее То есть Ну нет И вот здесь Мне понравилась Эта мысль Везде есть Что делать Ну типа Что улучшать Потому что Если бы Не было То никто бы И не нанимал Новых людей Вот Ну и конечно Самое главное Она говорит Что не нужно Строить свое мнение В тех вещах В которых У тебя нету Экспертизы То есть Она вот это Думала Что все Пишут Тесты Потому что Она писала Тесты Но это Вообще Ничего Другого Не означает Просто Она их Писала Потому что Ну Она не в Коммерческой Опять же Разработке Была Каждая ее Минута Не стоила Клиенту Конкретных Денег За которые Он бы хотел Получить Value А не просто Тесты И убедить Его в том Что тесты Юнит Которые Ну Реально Логически Проверяют Что вот эта Функция Должна Делать Это Вот эта Компонент Должен Делать Это Очень Сложно Понять Что на Это Нужно Подратить Время Клиенту Я имею Ввиду Вот Третий Стереотип Мы Отстаем От всех Остальных Ну Типа Думать Что Блин У нас Компания Такие Дерьмовые Технологии Везде Это Уже Наверное Перешли Там На 100500 Версию Последнего Фреймворка И все Классно Ни Хрена На Синтетических Примерах Основаны И Они Говорят Только О том Что В этой Компании Хотели Бы Перейти На Вот Это Говно Они Типа Поняли Ну Новую Версию Код Фреймворка Я имею Ввиду Они Рады На Него Перейти Но Не Могут Они Тоже Вот Прорабатывают Просто Возможность Там И так Далее То есть Это Тоже Важно Понимать Что В основном Все люди Вокруг Они Плюс Минус Такие Ж Вот Ну И Тут Тоже Она Поняла Что С Легаси Кодом Работать Это Абсолютно Нормально Это И Есть Работа То есть Поищите Еще Компанию Которой Нет Гигантского Монолитного Приложения На PHP Или На Ruby Который Уже Непонятно Как Вообще Ворочается Но Каким То Образом Она Ворочается И С Именно Это Приложение Принесло Первые Деньги И Теперь Его Трогать Это Значит Прерывать Себе Поток Денежный Все мы Понимаем Это Жиза Четвертое Это Ты же Мне Рассказывал Про Огромный Кусок Легаси Ruby Кода Который Уже Непонятно Как К нему Подступиться И Да Это Как раз В натуре Мне Очень Понравилась Мысль Что Может Это У тебя Мысль Может Как раз И есть Работа То есть Если Если бы Все Идеально Всегда Писалось И обновлялось Кодом То Это Была бы Вообще Другая Работа Другая История Может Быть Это Работой Бы Не Называли Вот А Когда Все-таки Есть Над чем Потрудиться То Мне Как раз Кажется Что Это И есть Работа Ну Вот Да У нас На Предыдущей Работы Был Огромный Неповоротливый Джава В каком-то Старом Фреймворке Там Все Ну В общем Да Жиза Четвертое Качество кода Это Единственное Что имеет Значение Тоже Она так Думала И Оказывается Нет То есть Она проводила Там Какие-то Жуткие Часы На Код Ревью Там Всякие Точки Запятой Помечала Что Не поставили Там Пробельщики Лишние И так Далее Вот А потом Поняла Что Это Ну Не самое Важное В жизни Потому Что За Это Не Всегда Готов Платить И Что Архитектура Непосредственно Намного Важнее Чем Просто Код И То Как Он Там Написан И Индентирован Там И так Далее Что Если Файлы Коряво Лежат И Такую Такую Важную Как Принято Считать Как Она Считала До Этого Пятый Стереотип Это То Что Она Считала Что Все Должно Быть Задокументировано И Она Опять же Тратила Супер Часы На То Чтобы Все Комментарии Написать Чтобы Автогенерируемая Документация Была И так Далее Ну И Она Опять же Поняла Что Очень Часто Документация Ну короче Говоря Есть Такие Функции Которые Вот Просто Работают Непонятно Как Они Работают И Лучше Это Не Документировать И Как Бы Вот На самом деле Так И Надо Оставить Лучше Сфокусироваться На Автоматизации И Непосредственно Лучше Еще Одну Функцию Хорошую Написать Чем Задокументировать Десять Других Которые Так Понятно Что Делают Как Бы То есть Документация Ради Документации Это Тоже Плохо Как Она Выяснила Шестой Стереотип Она Думала Что Технический Долг Это Плохо Во-первых Она Поняла Что Например Просто Неорганизованный Код Это Не Технический Долг Технический Долг Это Та Хреновина Которая Своим Существованием Замедляет Текущую Разработку То есть Если Условно Все Сделано На Я не знаю На каком-нибудь Плохом Паттерне И соответственно Чтобы Запилить Новую фичу Тебе надо Потратить Час А если Ты Один раз Отрефакторил Ты бы На каждую Новую фичу Тратил 5 минут Вот это Технический Долг А то Что Надо Просто Во всех Файлах Прибраться И сделать Чтобы Везде Были Одинаковые Пробелы И так Далее Это Не Технический Долг Это Бред Это Просто Неопрятный Код Но Неопрятный Код Это Не Является Техническим Долгом Вот И вторая Мысль За то Что Иметь Технический Долг Это В общем Полностью Норма То есть Нет Таких Проектов И не Должно Их Быть В которых Нет Вообще Технического Долга Просто Потому что Тогда Скорее Всего Эти Проекты Ничего И Не Делают Ну То есть Это Проект Ради Проект А не Проект Ради Бизнес Задач Когда Почти Всегда Есть Такие Моменты Когда Нужно Очень Быстро Решить Бизнес Задачу И Волей Неволей Это Превращается В технический Долг И Опять же Вот Это И Есть Работа Балансировка Между Наличием Этого Долга И Его Исправлением Как И так Далее Вот То есть Всегда Должно Быть Что Что Тебя Немножко Тебе Мешает Не Дает Как То Жить И Тот Факт Что Ты С Этим Борешься И Каким То Образом Побеждаешь Это И Есть Твой Путь Вот Я Уже Практически В кимоно Сижу Честно На Вершине Горы На Зюратку Ли Да Чисто Отсылочка Пришел Седьмой Стереотип Сеньорность Означает Быть Лучшим Программистом Это Миф Правильно Да Это Миф Потому Что На самом деле Она Поняла Что Сеньор Разработчики Это Не Лучшие Программисты Они Неплохо Программируют Да Но Они Обладают Намного Более Другими Скиллами Типа Общение В команде Объяснение Разработческих Вещей Неразработчикам Вот И Так Далее И Самое Главное Она Говорит Что Вообще Не Всем Даже И Дано Стать Сеньором Потому Что Сеньор Это Такая Хитрая Комбинация Soft Skills И Hard Skills Которые Вот Как Бы Либо Дано Либо Не Дано Ну Вот По Ее Мнению Это Именно Так Что Кому Для Этого Потребуется 20 Лет Кому Три Года А Кому Кто Может Так И Не Стать Вот Ну И Она Говорит Важно Напомнить Что Все Мы На самом деле Джуниоры В Каких То Областях Поэтому Не Надо Зазнаваться Думать Что Там Все Мы Сеньоры Все Че Кого Вот На самом деле Всем Нам Есть Чему Поучиться В Разных Каких-то Аспектах Вот Вот Так Вот Так Классно И Знаешь Было В этом В Заголовке Про Джуниоров Оказалось Что Это Именно Очень Такая Именно Знаешь Статья Короче Говоря Мне Прям Понравилось Классно Возможно Просто Опять же Ты Так Преподнес Но Как-то Прям Серьезно И Именно Знаешь Она Заставляет Тебя Перейти Через Какие-то Может быть Капризные Вещи Которые В профессии Встречаются У нас Вообще В IT Профессиях И Заставляет Тебя Просто Взглянуть Это Как на Как будто Ты за Станком Стоишь Как будто Ты стоишь Как будто Ты на заводе Опять же Работаешь Каждый раз Я про этот завод Похоже Надо на завод Ити работать Но Короче Вот это Прям как будто Это обычная У тебя работа Не какая-то Знаешь Не как будто Ты Сегодня Пришел И Играешь Там На органе И то Мне кажется Чувак Который на органе Играет Он и то Это как Ремесло Воспринимает Максимально Короче Да Короче Прикольно Есть над чем Подумать Напишите в комментариях Может быть Вы Вы вообще Не согласны И на самом деле Все на не то Сделало И все Мы не так Говорим Может быть Вообще Это не 7 Truths А 7 Falses Вот Короче говоря Давайте Напишите Please Интересно Ваше мнение Да Мне Что ты сказал Может быть Это не статья Такая Ты так Преподнес Мы затем Здесь и сидим Чтобы Красиво Подносить Даже Говно Какое-то Конечно Идем дальше Следующая тема Очень смешно Называется Она вообще Про Скроллбары Но Здесь Смешной Заголовок Как будто Это анекдот Two browsers Walked into a Скроллбар Так как будто Типа Два браузера Заходят в бар В скроллбар Вот И на самом деле Вся статья Не сильно Если вдаваясь В подробности А забегая вперед И спойлеры О том Что Скроллбары Это немного Боль Местами боль Причем Я бы сказал Что Именно Десктопная Боль И сразу С места в карьер Вообще Бывают какие Скроллбары Мне очень нравится Здесь Английское Слово Обтрузив Бывают Вот Обтрузив И Анобтрузив И Навязчивые И как бы Ненавязчивые Вот Навязчивые Скроллбары Это те Которые Прям Сдвигают Весь контент Нахрен Как только Появляется Какой-нибудь Скролл Весь контент У вас Уезжает И вы Начинаете Страдать И еще От скроллбара Какой-то там Небольшой Отступ Появляется В общем Страшно Страшно Становится Ненавязчивые Соответственно Просто Появляются Легко Вот например Как на iOS На iOS На любимом Или на Андроиде Опять же Если вы посмотрите Просто в Safari Зайдете В мобильном Safari Когда Скроллите Страницу Она так Ненавязчиво Скролл Появляется Вот просто Вообще Вот так Как будто Его здесь Не должно Быть И потом Оно еще Пропадает Да самое главное Он еще Появляется Поверх То есть Он появляется И не сдвигает Ничего А он просто Именно сверху Такой Полупрозрачный Да Да В macOS Тоже Это можно Включить Здесь написано Как это Включить В настройках В общих В system Preferences Сделать Чтобы Scroll bars Automatically Based on Mouse Or Trackpad Здесь Вообще Вот Показывается На самом Деле Как плохо Может влиять Скролл Бар В видосе И здесь В видосе Прям он Сдвигает Сдвигает По страшному В виндоусе Тоже Можно Так Включить Но В итоге В виндоусе Ни хрена Не влияет На Ни на Хром Ни на Firefox Если ты Включишь Ни на Internet Explorer Или Edge Которые С Хромиумом Or Edge HTML Based Соответственно Проблема в том Что Scroll bar Все Начинает Сдвигать Здесь Несколько Требований Написано Что Вообще Требуется От вас Сделать Сделайте Так Чтобы Scroll bar Типа Максимально Визуально Ничего Не Сдвигал Это Первое Вот Короче Сделайте Так Чтобы Это Было Не Жесткая Какой-нибудь Джаваскриптная Жесть Короче В общем Просто Не усложняйте Scroll bar Но Сделайте Его Так Чтобы Он Ничего Не Двигал И Здесь Немножко CSS На самом деле Что Нужно Сделать Чтобы Работало Это Везде Сразу Написано Как Это Сделать В Edge И Е То есть Вот У вас Есть Див Класс Overflowing Element Див И К нему Есть Стиль Некий Который Вот Здесь Тоже Написан И Ключевое Еще Что Здесь Нужно Написать MS Overflow Style MS Auto Hiding Scroll Bar Вот Auto Hiding Scroll Bar Хреначем И Это Будет Просто Видимо Скрывающийся Scroll Bar Тупо На И Как Я Понимаю Вот Окей Хорошо На Firefox Тоже Написано Как Сделать На Chrome Safari И Chromium Подобном Тоже Написано Как Сделать Тоже Есть CSS Но Здесь Кстати Говоря Приписочка Потому Что Здесь Когда Именно Жестко Задаешь Какие-то Атрибуты То Короче Все атрибуты Жестко Включают Потом В macOS Это Соответственно Это Еще И для macOS Надо Будет Прописать Обязательно Поэтому Здесь Нужно Все Учитывать Если Вы Полностью Заморачиваетесь За Scroll Bar Нужно Для Всех Описать Полностью Чтобы Он У вас Аккуратненько Появлялся Потом Немножко JavaScript Еще Надо Дописать Кстати Говоря Вот И И В Принципе Это Уже Будет Работать Это Конечно Немножко Ну Такое Решение Вообще Скроллинг Менять Скроллинг На странице Это Такое Себе Решение Но Здесь Именно В угоду Того Чтобы Он Не Уродовал Вам Ничего Вашу Верстку А Наоборот Он Так Был Таким Легким Дополнением К Вашему Браузеру Скажем Так Вообще Как тебе Саня Тема Сама Скролл Баром Спортно Неспортно Надо Не Надо Страшно Было Если У нас Сейчас У тебя Например Появлялся Нискриня Скролл И пропадал Или он У тебя Так Сейчас И есть Он У меня Сейчас И так Появляется И пропадает То есть У меня Пока Скролли Он Есть Пока Не Скролли Его Нет К Вопрос Как Мне У меня Не Поверишь На Послезавтра Таск Как раз Убрать Лишние Скролл Бары У меня Там Есть Табличка Очень Длинная По горизонтали Она Должна По горизонтали Скроллиться И там Мне надо Сделать Кастомный Скролл Красивенький Вот И убрать Вот эти Дефолтные Которые Вот эти Виндовые Досвидосные Вот Поэтому Мне еще Предстоит Познать Вот это Все Вот И Ну Разумеется Они погано Выглядят Что говорить Когда они Особенно Когда ты просто Делаешь Оверфлоу Скролл И они Просто Появляются Даже В задизейбленном Виде Если вдруг Там Нечего Скроллить Еще Хуже Вообще Это Это Конечно Полное Говно Но Что Поделаешь Это Дефолтное Поведение И да Надо С ним Жить Вот Вообще Я По Максимуму Старался Избегать Горизонтальных Скроллов В принципе А вертикальные Ну К вертикальному Худо-бедно Привыкли Когда ты Просто Браузерное Окно Скроллишь А когда Чтобы они Были Какие-то Скрытые Мягкие Такие Удобные Вот Поэтому Я В общем За В общем За Но Я Опять же Напомню Что нужно Это делать Ответственно И вообще Стараться Избегать Мест В которых Вообще Появляются Скролл-бары То есть Решать Проблему Не стилизации Их А пытаться Их вообще Выпилить Нахрен Вот это Будет Более Мне кажется Правильно Ну да Да Ну а если Это невозможно То да Тогда Можно Как-то Это Стилизовать И Это Не Стремно Хорошо В принципе Напишите Опять же В комментариях Полезны ли Такие темы И надо ли Их Вообще Подробно Рассматривать Потому что Можно было бы Вдаваться В подробности Типа А вот здесь То Здесь И это Но Вы опять же Можете Сами Зайти А может Быть Вам Это Нужно Напишите Нам Интересно Пойдем К Патреону К Патреону Патреону Патреон Точка Ком Слыш Вебдизайн Если Вы зайдете Сюда Да Если Вы зайдете Сюда Если Вы Придете К нам В гости Патреон Точка Ком Слыш Вебдизайн То Вы Увидите Что Это Платформа Где Можно Нас Поддержать И Взамен Этой Поддержке Можете Получить Какие-то Вещи Эти Вещи Возможно Скоро Изменятся И Увеличатся Улучшатся И Мы Сейчас Над Этим Очень Сильно Думаем Поэтому Вскоре Все Будет Все Кто Уже Нас Поддерживают Все Супер Крутые Чуваки И Чувихи Вот Но Тем не менее Кто Еще Задумывается Может Что там Пацаны Его Дизайн Они Едят Пьют Они Маслом Хлеб Намазывают Хотя Может Все Так Закинуть Пятеру Что Нем Такое Тем Более Что Если Пятеру Вы Закинете Даже Если Вы Двуху Закинете Два Бакса Два Бакса Это Две Шоколадки Хершес Если Вы Закинете То За Две Шоколадки Хершес Вы Получите Доступ К Прешоу Где Мы Рассказываем Всякие Интересные Истории Может Быть Сегодня Там Вообще Жесть Была Там Был Целый Кейс Сайта Мы Рассматривали Ни Схрена Хотя Мы На пришоу Вообще Не говорим Особо Про Какие-то Супер Этишные Темы Но Сегодня Вот Так Пришлось И Всякое Бывает Поэтому Подписывайтесь Чуваки Patreon.com Slash Webdesign Даже Не знаю Чего Добавить К этому Я Тоже Считаю Что Пришоу Это Самый Кайф Вот Ради Этого Стоит Стать Просто Патреоном За Два Доллара Хотя Мнения В чатах Нам Говорят О том Патронами Становиться Вот Поэтому Ну Ждем Скоро Скоро Будет Хорошо Хорошо Давай К Нашей Заключительной Теме Интересной Да Заключительная Тема Действительно Интересная На Android Please Dot Ком Появилась Появился Веб Версия Apple Музыки Beta Music Apple Dot Com Вот И Знаешь Что Самое Странное Что На Android Police Dot Com Это Появилось И я Немного Теперь Понимаю Почему Потому Что На Android Как я Недавно Узнал Есть iTunes Есть Apple Музыка Есть Вот И Видимо Они Как Люди Которые Пользуются Android Хотели бы Слушать Apple Музыку И На Компьютерах Хотя Не Могли Windows iTunes Поставить Я Так Понимаю Могли Но Видимо Да Вдруг У них Linux FreeBSD Ну Согласен Тогда Только Веб Версия В общем Да Beta Music Apple Dotcom Сейчас Я Залегусь Я зашел Вот Насколько Она Beta Ты Чуть Пробовал Ее В общем Я Пробовал Я Даже Альбом Послушал Она Beta В том Что Там Нет Смарт Плейлистов Вот И еще Какой-то Фигни То есть Именно Умных Тем Нет Можно Просто Слушать Просто Слушать Можно Подборки Можно Слушать А Beats One Еще Там Нет Вспомнил Ну Тоже Ну В смысле Именно Радио Beats One Которое Транслируется Тоже В Apple Музыке Оно Есть Так Секунду Я Тут Это Авторизуюсь Так сказать Доверяю Этому Браузеру Я же Просто Тестил В Safari А не В Firefox Вот Вход Выполнен Возвращаю Нашим Зрителям Экран Перехожу На Beta Music Apple Вот Здесь Конечно Видно Что У меня Один Аккаунт На 2x Бати Вот И Хотя Уже Такое Ощущение Что Это Даже Не Мой Изначально Аккаунт Абатин Ты Шансон Слушаешь Абатя Уже Все Так Агату Крюсть Вот Да Ну Короче Говоря Здесь Можно Смотреть Три Классические Подборки Которые Для Вас Не Для Вас И так Далее Вот И Можно Смотреть Всех Своих Артистов Причем В том Числе И Я покупаю Еще Дополнительно iTunes Match Это Тоже Играет Роль Потому Что На Полном Серьезе У меня Я Мою Свою Медиатеку Тоже Могу Слушать Не Только То Что Есть В Apple Music Но И То Что У меня Есть В iTunes Match Просто Это Полноценная Хрень Которая Позволяет В Браузере Слушать Apple Музыку Я Не Знаю Что Еще Здесь Сказать Я Знаю Точнее Что Я Хотел Еще Сказать Показывать Нечего Больше А Говорить То Есть Мне Просто Вот Я Сегодня Иду И Я Узнал Что Кроме Иви Вот Этих Мобильного Кинотеатра Есть Еще Wing Слышал Про Wing Мне Почему Кажется Что Ты Должен Быть В Теме Честно Нет Может Быть Видел Что Мельком Но Вообще Не В Курсе Что Там Можно Смотреть В Прямой Трансляции UFC Бои Ты Мне Казалось Должен быть Тупо В курсе Не то Что Ты Смотришь Я Только На Twitch TV Смотрю Бои UFC Ну Ладно Окей В общем Есть Wing И Там Тоже Есть 100 Тысяч Разных Тарифов А мы С Батя Иви Покупаем На двоих Я ему Сегодня Звоню И говорю Батя Есть Wing Может Рассмотрим Вариант Я ему Тоже Wing Я говорю Может Рассмотрим Вариант Подумаем Может Что-то Классное Он Такой В смысле А зачем Я говорю Ну Там Иви Он Говорит Так А все 19 Сентября Apple TV Plus Выходит То есть Он Все Уже Я говорю Ну И Че Он Говорит Ну Как Ты Че Все Ждут Они Там Просто Мир Захватят Потому Что Они С Каждым Девайсом Любым Купленным Год Дарят В подарок Типа И Что Все Они Просто Нацелены Конкретно Всех Подмять Вообще Все Все Сервисы Которые Есть Во всем мире Я говорю Подожди Я говорю Это Да нет Ты Че Все Ждут Вообще Ты Че Все Облизываются Все Кажется Что Там Все На Русском Будет Тоже Туда Сюда Вот Я По Кулстори Бобби Сижу С ручкой Слушаю Я Понимаю Что Все Может Быть В этой Жизни Конечно Но Я Не знаю Я Теперь Прихожу Домой Готовлюсь К подкасту Вижу Вот Эту Новость Я Понимаю Что Все Я жду Что Они Мир Захватить Хотят Теперь Apple Музыка Тоже Есть В Вебе И Соответственно Они Тут Тоже Мир Захватывают Насчет Кстати Насчет Захвата Мира ТВ Плюсом Apple ТВ Плюсом Короче Говоря Я Видел Что Они Там Еще Какие То Фильмы Снимают Жестко И Какие То Покупают Жесткие Фильмы Крутые Не То Чтобы Крутые Фильмы Джеймса Бонда Нового Или Сериал Но Там Что-то Я видел Что У них Выходит И Выходит Не Просто Одно Выпулили А Дальше Остальное Все Как Хотите Покупайте А Именно Сейчас Они Будут Мир Захватывать Санька Они Что-то Снимают И Полноценно Будут Как С Нетфликсом Побореться Ну Вот Батя У меня Ровно Так И Считает По нему Два Дня Осталось Ждать Что Ты Подожди Со Своим Уинком Посмотрим Что Они Тут Сделают А Там Дальше Думать Будем Ты Такой Пришел Ня-ня-ня Уинк Уинк Батя Батя Какой Уинк Ты Иди отсюда Ну Вот Да Примерно Как-то Это Так Ну Посмотрим Посмотрим Что Будет Уже К Следующему Подкасту Будем Знать Чем Закончится Это История Так Сказать Вот И Да Я думаю Что Достаточно На сегодня Мне кажется Нечего Здесь Добавить Еще Согласен Согласен Давай Перейдем К нашей Любимой Заключительной Вещи У нас Насколько Я помню Сейчас Нужно Назвать Наших Главных Людей В нашей Жизни Это Патроны Слушай Я готов У меня Заготовлены Я сегодня На двух Мониторах Поэтому Мне не Составляет Труда На секретном Мониторе Открыть Список Патронов Ну-ка И Просто Нам Про него Рассказать Что-то Я только Не сделал Чуть заранее Но не важно Делаю Сейчас Ну хорошо Мы пока Скажем Еще раз Спасибо большое Чуваки Я Очень рад Что многие Люди Реально Просто Не отписываются Я тоже Люблю На какую-нибудь Хрень подписаться Чтобы оно там Висело У меня Короче И бабки У меня снимались Вот так же И вы Молодцы Чуваки Я прям Вижу Именно Градации Сколько Посколько Там Месяцев Кто-то просто Не снимает подписку Тупо Причем Достаточно Серьезную В 5 В 10 Баксов Или В 20 Баксов Это вообще До свидос А кто-то И по 40 Держит Это просто Ну Короче Жму руку Мое почтение Отвал башки Короче 40 Долларовый Макс 20 Долларовый Константин Гончаров Олег Цепиш Цепиш Иван Мерзавцев Антон Шувалов Ярослав Мудрый Никита Ларк Чуваки Вы все Вообще Супер Крутые 10 Долларовый Михаил Палмер Дмитрий Горбач Граф Обалмасов Дмитрий Казарцев Кеша Пуделев Бэд Эс Ануар Болгимбаев Алекс Яценко И Мистер Кор Который В этот раз Не продлил Но Пока Еще Мы его Называем Чтобы Ему Стыдно Стало 5 Долларовый Титус Паша Досвидос Антон Потапенко Геннадий Хатавицкий Нан Алекс Ефремо Петр Гаврилов Евгений Бойцов Иван Сухин Саша Джазов Миша Хохлов Андрей Скутин Я Веб Илья Евсеев Антон Заболоцких Сэм Белов Андрей Чиг И Эльмира Халилова И Также Есть Еще Так Стань Стань Стой Я Что-то Не понял Где У Меня Это Кто Аудиозапись Запись Голоса Ну Она Что-то Запись Автосохранения Ну В общем Есть Бэкап Твоего Голоса Я живо Пишу Так что В общем В целом Это Не Фаталити Я Что-то Не понял А Это Что-то Час Час Сорок Не Не Все Все Вроде Нормально Автосохранение У меня Какое-то Происходит Или Произошло Уже Ну Открыть Папку С файлом А Все Нормально Нормально Давай Еще Дальше Я Короче Говоря Есть Еще У нас Двое Человек Которые Заносят По пятерке Но не Выбрали Тир Это Рома Фролов И Владимир Анохин Чуваки Вы тоже Крутые Вот Я Блин Только Шляпу Снимаю И Все Согласен Вы все Классные В том Числе У нас В этом Месяце Даже Три Новых Патрона Как-то Это Неожиданно Казалось бы Мы все Еще Не сделали Новые Стикеры А Мистер Кор Был Он у нас Оплатил Просто Он с десятки На двойку Сменил И он В двух Списках Фигурирует Сейчас Так Хорошо Ну То есть Плохо Что он Сменил Конечно Но Хорошо Что осталось Хорошо Что осталось Нам Главное Не качество А количество Бреда Это Шутка Была Количество Делег Я имею До которого Из-за Насти Конечно Обойку Я кстати Еще напомню Что у нас Есть чат В телеграме T.me Slash Ewebdesign Заходите Там можно Прямо В чатик Попасть Это наш канал Но Из него Можно попасть В чат Поехали Обойка Открываю Ее Абсолютно Не парюсь Открыл Вижу Для слушателей Объясню Здесь Как бы Через такие Мосты Которые Есть в городах Которые Еще такой Сеткой Рабицей Через Которую Можно смотреть Обтянуты Вот На таком Мосту Находится Наш Фотограф И он Фоткает Возможно Скорее всего Небоскребы Нью-Йорка То есть он стоит Где-то На мосту Нью-Йорка И смотрит На Даунтаун Практически Хотя скорее всего Манхэттен Я не знаю Что это такое Но Манхэттен И есть Даунтаун Наверное Считается В Нью-Йорке Вот И здесь Много еще Машин Которые едут И даже Какой-то Пароходик Плывет Я бы Назвал как раз Наш подкаст Пароходиком Конечно Возможно Я слезал У тебя Сейчас это будет Легко Слишком Но тем не менее Пароходик Небольшая Почему? Потому что Она вот Немножко Особняком Стоит От остальных Вот этих Автомобилей Суетящихся Которые стоят В пробках Она по своему курсу По своей воде Плывет Как в принципе Вот два часа воды У нас есть И вот по ней Она плывет И значит И не смотрит Ни на какое движение Неинтересно ей Никакие пробки Абсолютно Ничего не мешает Никто ей не сигналит Она никому не сигналит Вот Короче Я думаю Что наш подкаст Это вот эта яхта У меня сегодня Абсолютно Нетривиальная Нетривиальная версия Потому что Мне вот это То что мы видим Напоминает Из первой мафии Кусок Где ты вдоль моста Едешь И можешь направо На мост Джулиана Заехать И по нему Переехать туда Дальше На второй остров Так У тебя это видимо Кошмарное Кошмарное Флэшбек Ну нет Это приятный Флэшбек На самом деле Как об отпуске Вспоминать С теплотой Вот Поэтому наш подкаст Это стрим А стримы наши На youtube.com Слышу Вдгеймс Происходят По четвергам Вот В этот четверг Правда уже не мафия Но Тем не менее Что-то получше Вот именно Что-то По Джеку Воробью У меня не ключ У меня кое-что получше Да Рисунок ключа Вот У нас здесь кое-что получше У нас Другая игра будет Вот И наш подкаст Это стрим На этой обойке Мне прям Почему-то Мне реально показалось Это тот же Тот же самый Прям момент Как будто они В мафии Слезали его Вот отсюда Ну понятно Что это вряд ли Что это достаточно Стереотипно Что есть набережная Есть мост Над этой набережной Вот Но тем не менее Мне прям Мне блазнилось Немножечко Оно здесь Именно блазнилось Мне нравится Мне нравится Хорошая вариация Ну все тогда Что будем сворачиваться Будем потом монтировать Это все собирать Нам надо скорее Это все выпускать Да 209 еще стынет Завтра буду его монтировать Там еще обложку Наверное надо придумать Ну да Завтра в любом случае Займемся этим Заниматься Да У меня там теперь Монтаж в двух частях Поэтому мы Сто обложек Успеем придумать Пока это все будет происходить Ладно Всем пока Увидимся через неделю Две-три Когда-нибудь Увидимся Короче Увидимся в следующем выпуске Надо что-то вот такое говорить В следующей серии В следующей серии Ладно Увидимся Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok